Всем привет! Вы на канале Сам Себе Повар. Меня зовут Светлана. И сегодня я вам покажу, как открыть кокос и сделать из него кокосовую стружку и кокосовое молоко. Оба продукта широко используются в кулинарии. И согласитесь, что свежеприготовленные продукты всегда полезнее, чем те, которые купили в магазине. Давайте приступим! Вот я такой прикупила. Внутри булькает вода. Для того, чтобы его вскрыть, нам понадобится молоток и отвертка. Я буду делать это в первый раз. Вот здесь есть три отверстия. Нам нужно проковырять дырочки, чтобы мы могли вылить воду, которая внутри кокоса. Я вам скажу, это не так уж и просто. Одна дырочка готова. Сделаем еще одну. Я уже приготовила стакан. Сейчас мы выльем воду. Отставим пока жидкость в сторону. Ее можно просто выпить, но я буду использовать ее для приготовления кокосовой стружки. Ну и теперь берем кокос и начинаем простукивать его молотком посередине легкими непринужденными движениями. Образовалась трещина. Мы идем к успеху. Вот у нас все получилось. Одну штуку я уже сняла. Так, сейчас снимем другую. Так, теперь нам нужно избавиться вот от этой коричневой кожицы. Я почистила кокос под проточной водой вот такой штуковиной. Я не стала с ним особо церемониться. Я его просто как нашу русскую картошку под проточной водой экономкой. Очистила его от кожуры. И теперь нам нужно порезать его на мелкие кусочки. Вот так мы его разрезаем. И я еще раз его промою внутри. У меня получилось 300 грамм кокоса. Теперь нам нужно налить сюда 300 грамм воды. Соотношение один к одному. Я буду использовать сок из кокоса. Я его тоже взвешу и процежу. У меня здесь 120 грамм сока кокосового и 180 грамм воды. То есть 300 грамм. Я сразу вылью в тарелку всю воду. А кокосовый сок процежу. И теперь дело техники в прямом смысле. Разделю на две части и измельчу все блендером. Ну вот проверяем насколько измельчился. Вот я считаю уже достаточно. Теперь приготовьте такую конструкцию. Я возьму тарелку дуршлаг и накрою его марлей. Три слоя. И теперь выкладываю стружку сюда. Выкладываем в блендер вторую половину. Соединяем обе массы. Приготовим кружку, куда мы будем сливать наше кокосовое молоко. Вот водичка, которая натекла, это и есть кокосовое молоко. Можно подвесить, стечь на некоторое время. Можно еще подождать, пока оно само стечет естественным образом. Вот таким незамысловатым образом, потратив совсем немножко усилий, мы получили 300 грамм кокосового молока и 250 грамм отличнейшей свежеприготовленной кокосовой стружки. Я, как всегда, желаю вам удачи, большой и маленькой. Готовьте с настроением, кушайте вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!